МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша третья режиссерская работа здесь, в Севастопольском театре юного зрителя. И все было классика. Был Пушкин, был Гончаров, теперь Достоевский. Я знаю, что это заказ театра юного зрителя, когда к вам поступило это предложение. Как вы к нему отнеслись? Потому что Достоевский – это вообще сложно. А воплощать его на сцене, наверное, сложнее вдвойне. Предложение мне поступило ровно сезон назад, практически сразу после премьеры Гончаровского-Обломова. Предложение исходило, естественно, от дирекции художественного руководства театра. Достоевский и «Свидание с Федором Михайловичем» у меня не первое в моей жизни. У меня до этого был большой, очень серьезный, интересный спектакль, опять же, по «Идиоту». Но это был совершенно другой жанр. Это был мюзикл. Ставил я его в своем родном, любимом Петербурге. И это был, конечно, совершенно другой спектакль. Но соприкосновение с этим материалом у меня уже, естественно, было, как вы понимаете. В одном из интервью вы сказали о том, что режиссер обязательно должен вступать в спор с автором. И даже относиться к нему по-небратски, несмотря на то, что это классик. Вот насколько сейчас вы по-небратски относитесь к Достоевскому? И каково вот это соотношение чистой классики и современных решений? Я могу сказать, мы, Федор Михайлович, так очень сильно хлопаем по плечу и взяли его в нашу команду. Назовем это даже современным словом, в нашу тусовку. Но мы очень бережно, тем не менее, относимся к его текстам. Они практически остались в инсценировке неизменными. И ничего от себя в саму инсценировку мы не привносили. Но у нас, да, есть цитаты и из других романов, и из бесов, и из братьев Карамазовых, и из «Преступлений и наказания». И из «Подростка» такие своеобразные моралите, которые возникают в течение всего спектакля. Но могу сказать, что мы пытались в нашей дружеской команде, чтобы Федор Михайлович чувствовал себя очень уютно. И действительно так очень по-братски. Ну, немножечко. Я знаю, что сценография и музыкальные оформления тоже будут достаточно необычны. Да, я работаю со своим художником петербургским Алексеем Левданским. Он уже тоже работал в Севастопольском театре юного зрителя. Мы выпускали вместе с ним Обломова. Здесь он работает над «Идиотом». Мы пытались, прежде всего, совместить несколько пластов, исторический пласт эпохи создания романа и наш современный, наши годы, начало 21 века. Насколько удалось, увидите. Конечно, хочется немного поразмышлять о самом главном герое, о князе Мышкине, каким мы привыкли его видеть, естественно, в романе Достоевского и в многочисленных экранизациях, постановках. Человек добрый, человек умный, образованный, при этом странный в силу ряда причин, человек, который не может прижиться в обществе. Но вот насколько, на ваш взгляд, современен этот герой сегодня и все ли на самом деле так печально? Вот такие персонажи, которые порой встречаются в жизни, все ли они действительно обречены на такой трагический финал? Ну, как мы помним у Федора Михайловича практически с первых страниц, понятно, что этот персонаж обречен на трагический финал, как и его предшественник много-много веков тому назад. И даже сам Федор Михайлович говорил, что же будет сегодня с Христом, если он войдет в нашу гостиную. Естественно, мы прекрасно помним в романе, что с новоявленным Христом случилось, да, его просто точно так же растерзали. А что было бы сегодня, войдя такой человек к нам в комнату, к нам в зал, на работу куда-либо? Это действительно очень огромный вопрос. Мы как раз задаем этот вопрос зрителю, нужен ли сегодня такой человек? То есть это не лишний герой литературы, будем говорить, такими штампами, а наоборот, очень даже нужный. Просто какой сегодня сам по себе князь Мышкин? То есть нужна ли сегодня, вот мы даже больше с таким вопросом задаемся, нужна ли сегодня его ложь во спасение? Потому что Мышкин, прежде всего, для нас, это тот человек, который, не такой некий доктор, приходит врачевать болезни сегодняшнего века. Если Мышкин Достоевского, это герой, который пытается успокоить вот это все бушующее море, привести к какому-то общему знаменателю, то для нас, наоборот, это больше бунтарь, это более деятельный человек, более заряженный идеями сегодняшнего века, пытающийся выявить их и пытающийся дать какое-то определенное лекарство. И вот это-то сегодняшнему нашему веку очень сильно не нравится. Расскажите об актерском ансамбле, потому что будет это интересно, постоянным поклонникам, постоянным зрителям нашего севастопольского тюза, которых немало, кто есть кто. Я могу приоткрыть эту завесу тайно, это уже не тайно даже, все на сайте опубликовано. В спектакле объемный получился практически в нем занята вся труппа, за каким-то редким исключением. И князь Мышкин, я назову основную четверку, князь Мышкин это Владимир Соловьев, его оппонент Рогожин это Александр Безродный, Анастасия Филипповна, Роковая, это Мария Безродная, у нас так получилось даже с юмором, что Рогожин и Анастасия Филипповна в жизни муж и жена. У нас актеры шутят за кулисами, ну что, Саша, каково играть в финал. И Аглая Япончина это Екатерина Александрина. Вот основную четверку у Романа, так называемую, да, вот эти четыре кита, на которых держится потом вся остальная башня героев, вот я вам назвал. Кого вы ждете в зале, на какую зрительскую аудиторию по возрасту рассчитана эта постановка в первую очередь? Вы знаете, стоит 12+, насколько я знаю, да, возрастное ограничение везде, и на афишах, и на сайте, и на билетах. Я могу сказать одну вещь, но понятное дело, что пятилетним ребенком никто на Достоевского не поведет. Мы делаем спектакль для семейного просмотра, потому что режиссер, несмотря на то, что он творец, создатель, должен все-таки отдавать себе должное, понимать, для какого места он ставит, да, где возможен очень сильный эксперимент, а где свои желания надо немножечко прижать, скажем так. Поэтому, если ребенок в 12 лет готов воспринимать творчество Федора Михайловича Достоевского, знает, что такое содержанка, просвещен в аппарат карточные долги и так далее, и так далее, ну, пожалуйста, можно приводить вполне на идиота. Но я бы не стал рисковать, и все-таки это скорее начинает где-то с класса 10-го, когда уже проходится творчество в школе Федора Михайловича. Вот я думаю, что где-то вот такая возрастная планка, с которой можно начинать смотреть этот спектакль. Севастопольская публика хорошо уже знакома с вашим творчеством, вы тоже хорошо знакомы с севастопольским зрителем, вы начали говорить про эксперименты. Вот на ваш взгляд наша публика здесь, в Севастополе, насколько она готова к творческим экспериментам на сцене? Вы знаете, прежде всего я вам скажу такую вещь, что зритель тоже сегодня обязан быть в тренде, назовем так, да. Прежде чем идти в театр, нужно понимать, а в какой театр ты идешь? Автор, на которого ты идешь? И плюс, кто еще создатели данного произведения? То, что режиссер, художник, артисты, они являются творцами, они являются, вот верное слово, сочинителями, они сочиняют спектакль. И ты должен прекрасно понимать, что, а, вот на этого режиссера и на его трактовку я пойду с большим удовольствием, а вот на этого я, наверное, постерегусь, потому что, ну, он, скажем так, его личностные какие-то установки, его творчество мне недостаточно близко. Поэтому я думаю, что зритель сегодня достаточно тоже должен быть, я не побоюсь этого слова, оно мне очень нравится, прошаренным, скажем так. Уметь, прежде всего, залезть в интернет, посмотреть, что постановка, за постановка какая она, кто ставил постановочную бригаду, и понять, нужно ли ему идти. Потому что, например, я приведу такой пример, у меня была работа по опере Римского-Корсакова-Снегурочка, очень многие возмущенные зрители после спектакля кричали, где же костер, почему она не прыгает через костер, но, господа, вы немножечко приоткройте интернет, либретто, посмотрите по пьесе, кого это написано, это Александр Николаевич Астровский, никакого костра там нет, умирает она от любви. И спектакль совершенно не о том, как девочка растаяла, о том, как происходит некий определенный процесс в жизни женщины, скажем так. Я думаю, что труппа севастопольского тюза уже стала для вас в определенной степени родной, как и вы для нее вот сейчас, когда вы ставите уже свой третий спектакль, как вам работаете, как вы себя чувствуете? Знаете, работаете достаточно легко, работаете... Жить стало легче, жить стало веселее. Работается, и шучу, работает все легко и работает хорошо с точки зрения взаимопонимания, потому что уже со многими актерами работал, они знают мои принципы, мои приемы, я знаю их, даже, скажем, психологический настрой в какие-то моменты, я вижу, с какой ноги уже более-менее они сегодня с утра встали. То есть такой момент взаимоотдачи серьезный, он очень есть, и момент понимания с их стороны мощный тоже очень есть. Они, надо отдать им должное, очень сострадательно, они видят, когда в конце 8-часовой репетиции режиссер падает с ног и пытаются уже не задавать лишних вопросов, вопрос аккуратненько хотя бы довести репетицию до конца. И завершая нашу беседу, приглашая зрителей на ваш новый спектакль, о чем бы вам хотелось им сказать? Мне бы хотелось сказать, что прежде всего, приходя в театр, ну, это раньше мы ожидали катарсис, ожидали очищения, мне кажется, что сегодня, приходя в театр, нужно прежде всего задавать себе вопрос, для чего я туда иду, зачем я иду на этот спектакль, что я хочу от него получить, а выходя уже со спектакля, задаваться другими вопросами. А настолько ли прав герой? Настолько ли я согласен с ним? Настолько ли я согласен с режиссером? А почему была так повернута линия? Почему была такая трактовка? И насколько мои жизненные установки верны или не верны, согласно тому, что я увидел? Ну, то есть, мне кажется, надо быть глубже, не просто приходить в театр за удовольствием и защищением. Хотя нет, за удовольствием тоже надо, мне кажется, для этого есть хорошие французские комедии. Василий, я в душе благодарю вас за беседу, желаю успеха. И, конечно, с нетерпением ждем премьеры, которая, напомню еще раз нашим зрителям, состоится 5 сентября. Спасибо, спасибо. Было очень приятно. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok